Вечерняя Вятка! Мы в прямом эфире, друзья. Всех приветствуем. Сегодня особенный, мне кажется, сладкий вечер пятницы, потому что впереди целых три дня выходных, еще и праздничных. Поэтому, друзья, у нас сегодня тоже в этой студии праздник. Слышь, вечер проходит под девизом «Ну, наконец-то!» Ура! Наконец-то три выходных впереди, друзья. Потом всего лишь четыре дня рабочих. Нам повезло вновь, как говорится. Это точно. Ну что, этот вечер с вами встречаем мы, Максим Кропотов. И замечательная моя соведущая Алена Милина. Ну что, друзья, вот вы работали всю неделю, вы устали, мы здесь, чтобы снять усталость вашего дня. Да, возможно... Целую неделю даже. Возможно, кто-то устал сегодня поздравлять своих сотрудниц, да, сильная половина человечества. Я думаю, что прекрасных девушек поздравлять можно бесконечно, и ты не устанешь, я считаю так. Ох, ну что, если вы не устали, тогда впереди еще у нас несколько минут, практически час, который мы проведем с вами вместе. Сегодня мы готовы вам подарить замечательный подарок, но о нем чуть позже. Сначала начнем с настроения, друзья. Есть вечерняя новость у меня, которую прямо сейчас мы с Максимом и обсудим. Итак, друзья, внимание, знаете, что скоро впереди праздники. Я думаю, что многие мужчины захотят побаловать своих дам, возможно, готовить им не захочется, и они будут, например, заказывать пиццу. Ну это значит, такой себе мужчина, который дорогая с 8 марта, вот тебе, да? Ну а почему бы и нет? 40 сантиметров в диаметре, пожалуйста, 4 сыра. Просто та самая коробочка, в которой вам, возможно, в эти выходные принесут пиццу, может иметь, знаешь, какую-то еще большую информацию, чем просто название, да, компании, в которой вы заказали. Вот, например, портреты приютских собак решили помещать на коробке с пиццей. Между прочим, это происходит за границей в одном из замечательных городов, и там такая традиция сейчас возобновилась. Все почему? Потому что та самая девушка, менеджер пиццерии, очень любит помогать животным. А в этом дело-то, у меня другие мысли, ну ладно. Дело в том, что она решила помочь и пристроить таким образом собак. Ну а что, ты получаешь коробочку с пиццей, у тебя хорошее настроение, ты сейчас покушаешь, и раз, ты думаешь, что неплохо бы завести еще и собаку. И вот она, красотка на этой коробке с пиццей. Между прочим, каждая фотография помещается на коробку, заказанная с пиццей, и отправляется к клиенту. И эта девушка утверждает, что таким необычным способом уже удалось пристроить несколько собак. Ну а также ей поступает огромное количество теперь фотографий тех замечательных питомцев, которые нужно пристроить. Тогда в таком случае я вообще предлагаю эту практику сделать повсеместной во всем мире, чтобы люди могли больше удочерять, хотел сказать, к себе в дом забирать бездомные животные, потому что животные требуют тепла и ласки. Да, друзья. Ну что, вот такая новость. Но сегодня в этой студии мы поговорим не столько, мне кажется, о еде, сколько о напитках, друзья. И сегодня у нас будет настоящий эксперт. Тот, кто наверняка разбирается, знаете, в праздничных напитках. Прямо сейчас предлагаю посмотреть профайл. Дамы и господа, встречайте сегодня в нашей студии Наталья Бачурина, предприниматель и винный энтузиаст с дипломом Сомелье. В ее телефоне фотографий и тикеток вина больше, чем селфи. Ее хобби – организация винных мероприятий, игр, энагастрономических ужинов, дегустаций и совершенно уникальных форматов, связанных с вином. И сегодня вы можете задать абсолютно любой вопрос нашему гостю. Ну что, друзья, у нас сегодня в гостях винный эксперт Наталья Бачурина, а также она замечательная предприниматель нашего города. Доброго вечера. Здравствуйте. Как настроение у вас? Замечательное, праздничное, веселье. Готовитесь уже к 8 марта? Да, конечно. Хотя, что, зачем вам готовиться, когда нужно готовиться всем мужчинам? Мне кажется, винный эксперт всегда готов к праздничкам, да? Ну что, друзья, мы сегодня обязательно разыграем для вас подарок, который принесла Наталья. Расскажите, пожалуйста, что это такое? Это электрический штоп. Ух, как. Он сам открывает бутылку. То есть мужчины сейчас не нужны будут, да, кому-то? Девчонки могут справиться сами. Эх, пришло время рыцарей, да? Пришло время новых технологий. Вы можете задавать вопросы в группе ВКонтакте «Девятка ТВ Киров». Абсолютно любой вопрос, винному эксперту Наталья ответит с удовольствием на все. И также самый интересный, самый невероятный получит вот этот подарок – электрический штопор. Ты не зря сказал про рыцарей, потому что рыцари, друзья, не перевелись на нашей земле вятской. И мы решили в преддверии праздника 8 марта отправить нашего дорогого корреспондента для того, чтобы он проверил, возможно ли в 21 веке стать настоящим рыцарем. Здравствуйте, меня зовут Данил Гухман. И в преддверии 8 марта я хочу узнать, как же сделать праздник для моих девчонок необычными. Цветы, украшения – это все не то. А я хочу стать для них настоящим рыцарем. И я уже пошел это делать. Слав, привет! Расскажи, пожалуйста, вот я очень хочу стать рыцарем, но не знаю как. Научи меня. Привет! Давай начнем с того, что мы все-таки не рыцари, да? Мы болеем за именно Русь, за русский дух. Поэтому сегодня мы будем делать из тебя настоящего русского воина-дружинника. Давай! Итак, начинаем с одежды, да? Первое, что мы должны с тобой надеть – это штаны. Практически вся одежда у нас выполнена из тех материалов, которые могли использоваться, да, во времена Древней Руси, 15 века, которую мы как раз и реконструируем. Отлично! После того, как мы надели штаны, нам необходимо надеть нижнюю одежду, да, ну так как у нас все-таки 8 марта приближается, да, весна, но еще достаточно прохладно. Поэтому рубаху мы с тобой будем надевать прямо на куртку. Дальше, чтобы нам с тобой не замерзнуть, мы надеваем вот такой кафтан, он называется свита. Даже для рыцаря выглядеть красиво – это важно. Кольчуга – это у нас как футболка, за исключением того, что она весит порядка 12 килограмм, можешь в руках подержать. О-хо-хо-хо-хо, друзья, очень тяжелая. Но что только не пойдут мужчины ради своих дам. Кольчугу мы с тобой надели. Дальше обязательно нужно подпоясаться, потому что пояс – это обязательно атрибут. Так, у нас есть вот такой замечательный пояс. Угу. Так, что еще? Сейчас предлагаю надеть на тебя панцирный доспех, прямо сверху на кольчугу. А, ты хочешь, чтобы я не смог ходить? Для чего это нужно? Во-первых, ты полностью прочувствуешь весь вес полного комплекта доспехов, да, русского дружинника. Во-вторых, для того, чтобы тебе не нанесли сильные удары. Каждый рыцарь должен следить за своими доспехами, чтобы всегда возвращаться к своим дамам домой. Сейчас у нас остается только головной убор. Так. Так как у нас все равно еще холодно, вот такая шапка-шлем тебе надевай. Здесь мы все расправляем, чтобы тебе было комфортно. И сверху непосредственно сам одевается сам шлем. Я предлагаю тебе взять самое распространенное оружие русского дружинника. Это меч. Да, отлично. Настоящий боевой меч. Держи. Так. Слушай, ну хорошо, все. Чувствуйся настоящим рыцарем. Уже готов просто идти в бой и покорять сердца наших дам. Идем биться. Я покажу тебе пару основных ударов, да, и попробуем с тобой немножко пофехтовать. Итак, классические удары у нас, это удар сверху. То есть для того, чтобы от него защититься, наноси удар сверху, да, мы подставляем щит правильно. Это удары с боков, вот, и удары снизу. Отлично. Мужчины, помните, что завоевать даму – это огромный труд. Давай, так, мы сейчас с тобой усложним задачу. Моя задача будет прорваться за тебя вот к этой деревянной стойке. Понял. Я проиграл бой, но не проиграю битву. Оказывается, это максимально сложно, друзья. И не думайте, что это легко быть рыцарем нынче на Руси. Ну что, я прошел обряд посвящения в рыцаре, и прямо сейчас меня посвятят. Так как мы реконструируем все-таки Русь, русских дружинников, то у нас такого посвящения не было. Во-первых, колено не преклоняли ни пред кем, потому что все были равными, да. И у нас был такой обычай – ставили огненную печать на куски кожи, да, раскаленным клеймом ставили клеймо. Слав, спасибо тебе большое, очень крутое занятие, мне очень понравилось. Вообще, самое главное, что я, в принципе, знал усталость дня, это более того, я еще узнал, каким образом можно стать рыцарем для своей дамы. Продолжаем вечернюю вятку. У нас в гостях винный эксперт Наталья Бачурина. И сегодня, друзья, мы разыгрываем вот такой вот замечательный штопор для открытия бутылок. Между прочим, он электронный, да, электрический, можно запросто легко открыть любую бутылочку. Все, что вам нужно сделать – открыть группу ВКонтакте «Девятка ТВ Киров» под постом, под прямым эфиром. Пишите свои вопросы. Для начала хочется узнать, вот у нас пишет Рома Белороманов, «Добрый вечер». Есть ли принципиальная разница между винным экспертом и сомелье? Сомелье – это позиция, это профессия. Это профессия, это даже не профессия, это должность в ресторане. Это тот человек, который отвечает за вино в ресторации, составляет винную карту, занимается закупкой вина, хранением и его подачей при необходимости. А эксперт – это более широкое понятие, то есть можно, обладая определенными знаниями и пониманием вина, опытом его дегустации, быть винным журналистом, проводить какие-то мероприятия, еще что-то. То есть это более широкое понятие. Интересно, винный журналист. Мы переквалифицируемся прямо сейчас, мне кажется. Нам нравится эта профессия. Хорошо, как вы пришли к тому, что захотелось чуть больше узнавать об этом напитке? Ну, вы знаете, сначала я просто увлеклась вином, как таким, не знаю, феноменом культурным. Это произошло в путешествиях, и в очередное путешествие по Италии как-то вот прониклось наиболее глубоко, потому что там это часть культуры, это значительная часть жизни. И суть вина в том, что вино, сделанное в разных регионах, очень серьезно отличается. И, по сути, в каждой бутылке заложена история того места, климат, география, какие-то особенности людей, целая история конкретных людей, виноделов. Очень много в каждой бутылке содержится, и еще и ваши впечатления. Когда вы привозите бутылку вина домой из путешествия и открываете ее потом на праздник или так, то вы как будто снова возвращаетесь в отпуск. Это очень интересное явление, это очень интересный продукт. А как, подскажите, пожалуйста, как можно выбрать, потому что многие же хотят в качестве сувенира его привезти, но чаще всего их обычно завозят куда-то, вот выбирайте здесь. Может быть, вы подскажете, куда лучше всего идти, может быть, там, где нет как раз туристов? Я покупаю там, куда завозят обязательно. Сейчас я уже не привожу там чемоданами вино из путешествия, потому что многое можно купить здесь, в России. Я беру те бутылки, которые имеют какую-то историю для меня, какой-то смысл. Может быть, те бутылки, у которых какие-то легенды есть, или я лично знакома с виноделом, или они особенные, и везу их. Ну, как бы, я не заморачиваюсь этим. Прям о бутылке с вином бывают прям легенды? Конечно, в мире вина очень много таких легенд, и огромная составляющая в цене вина – это как раз легенда и история людей. Ничего себе. Как раз вопрос про чемоданы Таисии Кузьминых. Сколько бутылок вкусного напитка входит в ваш чемодан? Чемодан весом 20 килограмм. Обычно я упаковываю бутылки 3. Но, если убрать оттуда все вещи… Если убрать, да, но так не бывает. Сейчас уже нет такой необходимости. Я везу буквально пару бутылок вина. Мне этого достаточно для того, чтобы это было интересно. Я даже видела, у вас есть какая-то специальная сумочка под бутылку. А, да, есть. Ну, это, да, сумочка для девочек. С двумя бокалами. Серьезно? Да, сумочка с игристым. Классный подарок на 8 марта. Возможно быть. Это точно. Вот еще спрашивает нас Рома Белый Романов. Вот мы недавно спорили, вино к блюду или блюдо к вину. И вот как раз пара гастрономических особенностей тут можно рассказать. Как все-таки подбирать? Сначала винную карту брать или сначала все-таки съестное? Ну, во-первых, зависит от момента, от того, что вы хотите больше, может быть, что для вас тут более значимо. Если вы хотите съесть стейк, то, наверное, вы будете, если вы блюдо выбрали, наверное, вы будете подбирать вино. Если у вас задача продегустировать что-то особенное, то вы будете подбирать гастрономическое сопровождение. То есть и так, и так может быть. Чаще у вас как? Расскажите нам секрет. По-разному совершенно. То есть я даже не могу сказать, что у меня есть какие-то предпочтения или любимая вина на данный момент. То есть я для любой ситуации, в которой окажусь, подберу свою вину. И разное и по бюджету, и по наполнению. Хорошо. Есть такая замечательная категория напитков. Это игристые. Для нас, для девочек, в преддверии праздника как раз. Я тут просто посижу, послушаю. Очень много мифов про них существует. Расскажите, пожалуйста, что самое главное, откуда это пошло. И я знаю, что это чаще всего праздничный напиток. История игристых не такая давняя. Все мы понимаем, в чем заключается вообще суть процесса винификации. Как сок виноградный превращается в вино. У нас есть химический смысл в том, что у нас есть глюкоза, сахара, которые расщепляются дрожжами на углекислый газ, откуда вине пузырьки, и, собственно говоря, этанол. То есть любой процесс винификации, создания вина, он происходит с выделением углекислого газа. Если этот процесс провести в герметичном сосуде, в герметичной емкости, то вот этот углекислый газ, он накопится в вине. В этом смысл. Но игристые вино стали производить не так давно. Буквально история игристых, это буквально два века. И знаете почему? Почему? Потому что это стало возможным, потому что появились такие емкости, которые не взрывались от давления. Вы знаете, что в шампанских винах, именно в шампании, винах из шампании, давление превышает 6,5 атмосфер. В шинах автомобиля давление 2 атмосферы. Представляете, как это опасно. Кстати говоря, теперь вы знаете. Не нужно трясти и направлять. Вот, собственно говоря, появились бутылки. Во-первых, появились печи в Великобритании, которые смогли плавить, которые смогли создавать такие бутылки. Прочное стекло. Они перестали взрываться в руках. Ну и, собственно говоря, процесс стал возможным. Так появилось игристые. А на самом деле, раньше возникновение пузырьков в бутылках считалось дефектом. И знаменитый дом Переньем, монах, который очень сильно прославился, он развивал и очень много технологий привнес, он на самом деле боролся с этим углекислым газом, с этими пузырьками. Называл их дьявольские пузырьки. Вот так получилось то, что получилось. Это стало модно. И оно стало олицепленением каких-то торжественных праздничных мероприятий. В какой момент оно перешло от того, что люди перестали? Почему праздничные? Ну, мне кажется, во-первых, вино всегда сопровождало праздники и трапезы. Достоверно известно, что 8 тысяч лет так точно было. А может быть и раньше. Просто распространение игристых вин, оно пошло через... Сначала получили распространение при дворе. Это стало модным среди аристократии. Это причем их отличало от какого-то столового вина, простых крестьян. А у них вот были пузырьки. Это стало модным. Ну и, в общем-то, до сих пор шампанские дома, они позиционируют себя как сопровождение каких-то значительных событий, статусных событий обязательно. Но в определенной мере это маркетинг. У меня еще своя теория. На всех праздниках есть салют, да? А бутылку-то когда открываешь, то, как говорится, погромче звук, чем у меня сейчас был. Но тем не менее, тоже хлопок, и все начинают аплодировать. Ну, праздник. Вполне возможно и так. Ну что, у нас сегодня есть замечательный подарок, как раз, чтобы все открывалось так, как нужно. Без хлопка. Без хлопка, можно так сказать. Только с приятным таким звуком. Я думаю, что не нужно этим шампанское открывать. Нет, нет, конечно же, нет. Электрическое. Вот такой вот штопор мы сегодня подарим для того, кто задаст, возможно, больше всех вопросов, а может быть, какие-то оригинальные. Итак, все, что нужно сделать, зайти в группу ВКонтакте ТВ от КТВ Киров. Сегодня мы общаемся, еще раз повторю, Наталья Бачурина, винный эксперт. Итак, может ли хорошее вино быть недорогим? Это вопрос от нашего зрителя. Вы знаете, что такое хорошее вино? Давайте ответим на этот вопрос. Наверное, это для каждого по-своему. Я считаю, что хорошее вино, от которого вам хорошо в какой-то данной ситуации, оно может быть разным, и его параметры могут быть разные, в зависимости от того, на банкете вы находитесь, является ли дегустация центральной темой идеи этого вечера, или это просто сопровождает какое-то общение. Это будут разные хорошие вина, понимаете? И поэтому стоить оно может по-разному. Совершенно верно. Я, например, для банкетов не стремлюсь выбирать какие-то дорогие вина, потому что гости, общаясь друг с другом или отвлекаясь на программу, в общем-то в этом смысл всех мероприятий, они просто не смогут насладиться тем, что может предложить им более качественное, более интересное вино. Так что хорошее это понятие очень такое относительное. Это по ситуации. И еще вот такой вопрос. Пробовали ли вы вина знаменитости из мира шоу-бизнеса? Слышал, что вино делают такие люди, как Мадонна, Шер, Стинг. Это Рома Белый Романов нас спрашивает. Да, совершенно верно. Какой активный зритель. Ну, у него, видимо, нету штопора дома просто. Вот и все. Я пробовала розы, которые производят Анжелина Анжели с Брэдом Питом. В Долине Роны у них есть своя винодельня. Вот, да, Стинг. У Стинга поместье расположено в Тоскане. И это модно. У нас знаменитый Никита Михалков тоже имеет винодельню и поставляет это вино даже на российский рынок в своей ресторации. И вот вы бывали у Брэда Питом с Анжелиной Джоли, имеется в виду на винодельню? Нет, у них я не была, но это розы, оно называется Мироваль. А я пробовала. Оно, причем, совершенно недорого стоит, 15 евро буквально. Отличается оно от остальных? В чем-то есть у него какая-то фишка? Или, в принципе, облеска? Оскаром оно там не отблескивает? Ну, вы знаете, наверное, есть. Потому что в любой бутылке есть эмоциональная составляющая определенная. И, конечно же, если вы знаете, что это вино произведено в этом шато, здесь такие знаменитые, какое-то это дает настроение, как минимум. У вас же есть шесть лос. Да. Расскажите нам, пожалуйста, эту историю. Это подарок, который сделал мне муж на день рождения. Есть такая услуга аренда лос на урожай. И мои шесть лос произрастают в Сент-Эмильоне в регионе Бордо. И вот в этот Новый год я получу оттуда... Они уже созрели, с них сняли урожай, сделали вино. Я получу шесть бутылок со своим именем. Ух, у вас бутылок. Из-за пилосина Бордо. Да. Чем вы хуже, чем Брэд Питт? Ничем. Ничем, по-моему. А там вы как-то следите или говорите, так, сегодня побольше полейте. Да, есть сайт, где нас информируют о том, какая там погода, как там, что там происходит, не замерзли ли лозы. Это очень интересно. То есть все, они отчитываются по полной программе, да? Да, да. Это интересно. Слушайте, как здорово. А вы можете как-то регулировать так вот это вино, пожалуйста, можно послаще там, еще что-то? Нет, этого я не могу. Оно будет сделано по правилам эпилосиона Бордо, и оно будет, ну, собственно говоря, таким, каким там принято делать вино. Зато своим. Зато если прикупить еще несколько лоз, то можно целое производство наладить, да? Именные бутылочки пойдут. Это очень дорого. Бордо и шампань – это самые дорогие регионы по стоимости земли. У меня вот такой вопрос. А сколько килограммов винограда уходит, например, на одну бутылку? Примерно полтора килограмма винограда уходит на приготовление одной бутылки вина. Ну, где-то меньше, где-то больше, но в среднем такая вот. И с этим связана, кстати говоря, стоимость вина. То есть нужно понимать, что в том же регионе шампань самого непрестижного виноградника сам виноград будет стоить минимум 5 евро. Теперь мы понимаем, что нам нужно полтора килограмма этого винограда для одной бутылки. То уже у нас не будет иллюзии в отношении того, что мы можем это купить за 3 евро. Это к разговору о том, хорошее. То есть вообще стоимость вина, стоимость земли – это огромная, огромная доля. Есть еще у нас вопросы. Итак, на прошлой неделе в Италии я дегустировала просто божественное Просекко, пишет нам Таисия Кузьминых. Почему у разных производителей такая огромная разница? Именно на Просекко? Да, именно где-то божественное, а где-то, видимо, не такое. Вы знаете, одно из Просекко даже попало в топ-100 лучших вин по версии Паркера в этом году. И оно стоит в нашей рознице порядка полутора тысяч. Ну, Просекко можно сейчас приобрести за 450 рублей, наверное, на полках города. Оно есть там по акции. В среднем это 600-700. Нет, это небольшая разница. И я не видела такой огромной разницы по цене. Вот почему Просекко отличается от шампанского по цене или от аналога шампанских вин итальянских франчекорда, вот это другой вопрос. Я, кстати, могу об этом рассказать, если интересно. Скажите, да, скажите. Ну, то есть вы же наверняка видели, что шампанские, бутылка шампанского, самый минимум, который будет по акции, будет стоить около двух тысяч. Это то, что можно приобрести, это будет совершенно нерегулярный ценник. Почему так дорого стоит? Потому что, ну, во-первых, стоимость земли разная. Во-вторых, это разные типы производства. Дело в том, что Просекко изготавливается по ускоренной технологии резервуарной. Она появилась гораздо позже, чем была вот эта классическая технология производства шампанского. Она трудоемкая. Представьте. Ну, вот немножко еще поясню. Игристое, для того, чтобы сделать игристое вино, сначала делается тихое вино, обычное вино. И затем, без пузырьков. Да, совершенно верно. Дальше оно разливается по емкостям. Оно может либо в бутылке разливаться, либо в какие-то большие емкости. Туда закладывается тиражный ликер, так называемый, тираж. Он идет тираж. Идет сахар и дрожжи. Искусственно закладываются. И уже вот этот процесс вторичной винификации, он происходит в герметичном сосуде. Понимаете? Сразу. То есть, да, совершенно верно. Мы поднимаем чуть-чуть алкоголь и накапливаем там пузырьки. В этом суть. Тем самым насыщается как раз угроза. Но дело в том, что тот дрожжевой осадок, который остается в бутылке, вы понимаете, что его нужно как-то оттуда извлечь, не извлекая пузырьки. И укупорить это там другой пробкой, очистить это вино. Это сложно. Это трудоемко. И, в общем-то, шампанские вины делают очень долго, длительно поворачивают вот эту бутылку, чтобы этот дрожжевой осадок, он сполз в горлышко бутылки. Потом замораживают это горлышко, достают этот осадок, доливают туда уже дозажный ликер, укупоривают и так далее. Могут настаивать на осадке, это обогащает вино тоже какими-то нотками. Это долго. Это долго, дорого и сложно. Просека делается по ускоренной технологии. То есть берут вот это тихое вино, исходное, закладывают в большие, огромные акратофоры, в которых еще и повышается давление, и все процессы ускоряются. И то, что мы в шампанских винах, или, скажем так, винах, которые по классической технологии сделаны, получаем через три месяца, мы тут получаем буквально за несколько недель. Это быстрее гораздо. В общем-то, все. И просека, оно не обладает такой сложной ароматикой, которой обладают шампанские вина, но оно прекрасное, яркое, фруктовое и замечательное, и гораздо дешевле. Поэтому оно получило такое огромное распространение по всему миру. Вот, разобрались. Ответили на ваш вопрос. Отлично. Как определить качественное вино? Вопрос. Определить качественное вино, когда оно в бутылке или в бокале? Я думаю, что, наверное, все-таки в бутылке, на первый взгляд. Возможно это вообще или нет? Если какие-то технологии, там, на свет, может быть, или как-то по-другому. Нет, во-первых, мы говорим про тот случай, когда человек не разбирается в вине и точно, достоверно не знает, что вот это винодельно там хорошее, а это нет. Ну, универсальным, наверное, маркером является, как ни странно, цена. Это то, что соизмеряет в итоге все вот параметры, все процессы, которые влияют на спрос предложения. Они сходятся в этой точке. И можно предположить, что вино, которое более дорогое, оно более качественное. Но это не всегда прямо пропорционально, но тем не менее. Вот в общем случае. Есть классификация вин, и в том числе классификация, которая закреплена законодательно. Она есть и в России, она только-только недавно появилась. И так называемое защищенное географическое указание. То есть качество вина контролируется по региону его происхождения. Скорее всего, те вина, которые... Виноград для которых выращен где-нибудь в Испании, произведено вино, каким-то образом перевезено в Германию, и там разлито, бутилировано, да, и у нас тоже такие недалекие страны от нас есть, где это происходит. Скорее всего, за качество этого вина никто не сможет ответить. Точно так же, как, например, винодел, который вырастил этот виноград и создал это вино, его здесь бутилировал и поставил на рынок. Это разные ситуации. И вот в этом случае, если возможно проконтролировать по месту происхождения, то на бутылке, собственно говоря, будет это защищенное географическое указание. У нас в России это звучит как ЗГУ. Защищу еще есть ЗГНУ. Это еще более крутой параметр, защищенное наименование по географическому указанию. Вот, собственно говоря, и те органы, которые контролируют вино, которые берут пробы, считают ваши лозы, смотрят, как вы влияете на урожайность, что у вас там растет, и сколько вы, в том числе, производите вина, они расположены вот в этих регионах. Они непосредственно контролируют весь процесс. Понимаете? Поэтому у вин столовых такого нет. У вин столовых, вот, то есть такой возможности нет. И поэтому качество столовых вин, оно будет, скорее всего, ниже, чем у вин, которые контролируются. В общем случае, в плане итальянских вин, у них есть такая аббревиатура D.O.C. Это значит, что качество этого вина контролируется по месту его происхождения. Это региональное вино, и оно достоверно выращено здесь, создано здесь, ну, с учетом тех способов, которые присущи данной местности. Такое вино более качественное, как правило. Я это не знал. В общем, надо внимательно все смотреть, вот эти значки обязательно искать на бутылке. Отлично. Все ли вина улучшаются с возрастом? Нет, конечно же. И не все вина выдерживаются. Для того, чтобы вино выдерживалось, и от этого был какой-то смысл, оно изначально должно быть создано для этого. Во-первых, это вино, ну, как правило, из красного винограда, которое содержит в себе вещества танины, и которые, собственно, являют, выполняют роль таких антиоксидантов. Пока они есть в вине, вино живое. Вот. Они со временем сглаживаются, и вино набирает различную ароматику. Вторичную, третичную. Такое вино можно выдерживать в бочках, потом выдерживать в бутылках. Оно будет развиваться, оно будет более интересным, чем оно было бы таким. Но это не всегда. И можно, ну, для того, чтобы это было, нам, как следует, нужно извлечь эти танины, которые находятся в кожице винограда. Нам нужно настоять это сусло на кожице винограда, на мезге, и их должно быть достаточно. Тогда мы можем это вино выдерживать. Вот. Если мы сделали вино для того, чтобы выпить на следующий год, мы не будем стремиться к тому, чтобы извлечь вот эти танины из винограда. Понимаете? То есть, и оно у нас не сможет храниться. Даже если мы вот это вино, оно не будет вязать, не будет обладать вяжущими свойствами через год. Оно создано для того, чтобы мы его сразу же выпили. И если мы его заложим на хранение, оно просто испортится, оно просто погибнет. Точно так же не стоит хранить белое вино. Только очень небольшой перечень белых вин способен храниться. Да, как бы, как правило, это вина, которые выдержаны в бочке, потому что бочка, древесина бочки, она тоже отдает часть танина в своих, и такое вино может жить дольше. Вот шардоне, которые выдержаны бочковые, все остальные не стоит. И игристые тоже не стоит хранить. Игристые, даже те, которые вы можете видеть там какой-нибудь 1990 год, вот, поверьте, оно, скажем так, снято с осадка не в 90-м году. Вино в бутылке не живет, оно начинает разрушаться. Но вот пока оно находится еще там на винодельне, оно находится на осадке, и вот этот осадок дрожжевой захватывает на себя молекулы кислорода, оно не оксидируется, оно продолжает жить. Так что не стоит хранить вино, лучше его пить. Если оно для этого не предназначено. Если оно для этого не предназначено. Имеют ли право производители называть свои имя питки шампанским? Ведь, насколько я знаю, шампанское, то, что произведено в шампане, та же история и с остальными винами португальскими, с острова Мадейра. Это напишет Рома Белый Роман. Здесь такая ситуация. Да, действительно, в Евросоюзе уже нельзя. И это на законодательном уровне определено. Пока еще в России есть вот эта вот коллизия, то есть вы можете прочитать на этикетках шампанские, шампанские вины, либо вино, произведенное по шампанской технологии, например. Потому что это на русском. Потому что мы пока вот под это не подпадаем. Но если мы будем экспортировать свое игристое вино, то в этом случае на латинице мы не имеем права указать тогда вот это наименование. Это совершенно верно. И все производители за это борются, потому что они заинтересованы в том, чтобы их вино продавалось под этим брендом, который все хотят. Ну, считай, авторское право. Конечно. Таисия Кузьминых говорит, я не про стоимость, а про вкус. Это, видимо, про просеку. Про вкус и про просеку. Я лично люблю просеку. Мне он нравится. Виноград разный для просека используется. И для, допустим, того же шампанского. Для производства просека используется виноград сурта Глера. Это очень ароматный виноград, который обладает такими нотками фруктов, цветов. Он очень нежный, очень ароматный. Но если вы наберете в бокал шампанское и просека и подержите, вы заметите, что из бокала с просеку ароматика улетучится быстрее. Потому что вот эти вот легкие нотки, молекулы сами летучие, вот этих веществ, которые дают вот эту ароматику цветов, фруктов, они имеют более короткие структуры молекул, они быстрее улетучиваются. Это вино не живет долго. Шампанское способно раскрываться. В нем есть куча всякого другого, чего нет в просеку. Но опять-таки под разные случаи и способы. Вы понимаете, просеку – это вино, которое можно пить и выбирать, не задумываясь. Я всегда выбираю просеку в качестве аперитива или встречи с подружками. Шампанское требует повода. Оно стоит дороже, оно требует уже осмысленного. Нужно понимать, нужно ценить. И может быть, какой-то особенный повод захочется разделить именно с шампанским каким-нибудь известным какого-нибудь дома. Это украсит, это эмоции. У меня есть, возможно, глупый вопрос, но тем не менее. А любой виноград подходит для вина или не любой? Нет, конечно же. Вино производят из винограда технических сортов. Есть виноград столовых сортов, который попадает к нам в виде винограда на стол. Есть виноград технических сортов. Он серьезно отличается. Во-первых, как правило, у него толще шкурка. У него толще шкурка. Он слаще и он кислее. Он исходно содержит вещества, необходимые для производства вина, в более высокой концентрации. Некоторые виды такого винограда вообще сложно проглотить, потому что у них только шкурка, только косточка и совершенно немножко мякоти. То есть это разные сорта винограда. Конечно же, в домашних хозяйствах, я думаю, что на юге Краснодарского края делают из всего вино. То есть теоретически можно, конечно же, сделать. Главное, чтобы было достаточное количество сахара в винограде тогда. И были дрожжи, был запущен этот процесс. А так вот для качественного вина это есть специальный виноград. Конечно же, это разное. Вопрос. Означает ли закручивающаяся крышка на бутылке, что это дешевое вино? И опять же тоже есть такой миф, что когда берем корковую пробку, и обычную, то она как будто лучше. Правда это или нет? Смотрите, исторически бутылки укупоривались корковой пробкой. Корковая пробка, собственно говоря, это кора специального дуба, который растет, которого очень много в Португалии. Корковый? Нет, это дуб именно такой пробковый, корковый. Соответственно, это не что иное, как кора, которая обработана определенными веществами, и из нее нарезаны эти пробки и укупорены. На самом деле она имеет недостатки. Да, это исторически так, и все укупоривали. Но дело в том, что именно такая пробка, которая создана по старой технологии, она очень часто приводит к пробковой болезни. Она подвержена вот этому, потому что исходное сырье обрабатывают, дезинфицируют веществами, содержащими хлор. И вот если этот хлор остается в каких-то порах пробки, то это может привести к развитию пробковой болезни. Такое вещество, как трихлоранизол, оно действует на рецепторы наши ароматические таким образом, что оно подавляет все. И вы чувствуете только ароматы нежелательные, какие-то невкусные, даже не буду их называть. Как это может пахнуть? Ну, сырой картон, вот, пожалуйста, например, корректное сравнение. То есть 5, а то и 10% ежегодно вин, понимаете, мы выкидываем из-за того, что у них есть пробковая болезнь. И когда вам сами лек, кстати говоря, в ресторане приносят вино и открывают, первое, что он смотрит и контролирует пробку, заметили? И говорит, все ли в порядке, не потому что нравится ли вам это вино или нет, а нет ли у него дефектов вот этих вот. Это чаще всего таким образом. Винтовая пробка, винтовая пробка или современные там пластиковые пробки, есть современные пробковые пробки, но которые сделаны по другой технологии. Пробка раскрашивается в пыль и другим образом обрабатывается там под давлением, под углекислым газом. Она не портит вино. Но понимаете, дело в чем? Когда человек, это маркетинг, это рынок, делают то, что ожидают. Если человек покупает французское вино, тем более какое-то выдержанное, он ожидает вот этих старинных технологий. И, как правило, собственно говоря, ему производители идут на встречу, традиционно укупоривают корковой пробкой. Если вы французское вино, французское, например, вино купите под винтовой пробкой, например, или под пластиковой, большая степень вероятности, что это будет действительно недорогое, некачественное вино. Но это не касается вин нового света. В США совершенно другой подход, то есть у них нет такого. Очень много таких вин, например, в Австрии, очень много винтовых пробок, и она на самом деле более удобна, она лучше защищает вино. Нужно понимать откуда. Австралия, Новая Зеландия, Штаты, Аргентина, Чили, ЮАР смело под винтовой пробкой можно. Но Франция, друзья... Но Франция может насторожить, да. Хотя сейчас есть такой тренд, что даже очень дорогие вина уже укупоривают винтовой пробкой. Хорошо, еще один есть вопрос. Правда ли, что белое вино не обязательно делают из светлого винограда, а красное из темного? И правда, что цвет дает только кожура ягоды? Да, это правда. А весь виноград внутри белый. Антоцианы содержатся в шкурке винограда. Это те вещества, которые защищают, собственно говоря, семечки винограда от солнечных лучей. Это экран. Есть несколько исключений, буквально, таких сортов, у которых вот эти антоцианы содержатся в самой мякоти винограда, в том числе известный сорт цепирави грузинский. Это сорт красильщик. Да, у него больше антоцианов и в кожице, и в теле винограда. Есть такие понятия «процесс по белому». Вино можно сделать как белое, вино можно сделать как красное. Вы знаете, что подавляющее большинство шампанских вин делают на самом деле из красного винограда сорта. Пинануар – это красный виноград. Просто-напросто исключают процесс контакта вот этой вот шкурки с виноградным соком. Его отжимают и сразу же удаляют. Тогда у нас получается белый-белый сок. А для того, чтобы вино окрасилось и привнесло в свое тело еще и танины, нужно подержать как следует на мизге. А вот теперь вам вопрос. Вот если мы полностью провинифицируем вино, весь процесс винификации проведем на вот этой шкурке, мы получим стопудово красное вино, да, гарантированно. А если мы чуть-чуть, ну, буквально на одну ночь замочим, оставим вот эту шкурку в соке, что произойдет? Какого цвета будет вино? Так, нам надо посовещаться. Время пошло. Внимание, отвечает знака. Красный виноград у нас, да. Максим. Ну, другого цвета будет. Розового. Оно будет розовым, совершенно верно. И на такие получают балл. Розовое вино, поэтому называли винами одной ночи. Не в каком-то другом смысле, а потому что замачивали на мизге вот ровно там 24 часа или какое-то непродолжительное время. Таким образом, да, действительно, можно сделать из... Ну, вот из цеперави, конечно же, не сделать нам белое вино, за исключением, из всего остального можно сделать. А есть ли еще какие-то цвета вин? Вот есть розовое, белое, оранжевое вино. Оранжевое вино, и это как раз традиционные вина грузинские. Я, да, не должна называть марки. Ну, известные полусладкие вина Грузии, это не совсем традиционные для Грузии вина. Они получили, во всяком случае, они не имели такого распространения ранее в Грузии и, собственно говоря, в мире. Исконно грузинские вина – это оранжевое вино. Это вино из белого винограда, которые сделаны в Квевре. Как делаются такие вина? Это самый древний в мире винодельческий процесс. Они делаются ровно точно так же, как их делали 8 тысяч лет назад. Виноград, берется полностью виноград, нарушается целостность шкурки, давится ногами, складывается все в эту емкость и закрывается. На этом процесс вмешательства заканчивается. И вино продолжает, ну, во-первых, процесс винификации происходит при участии шкурки, а это у нас виноград белый. Мы не снимаем, не отделяем шкурку. Поэтому по своим показателям гастрономически мы получаем вино почти такое же, как красное. Оно содержит неимоверное, оно вязкое, оно содержит танины и приобретает оранжевый оттенок вот в этом случае. Хорошо, ну что, я слышала, что за оранжевыми винами вообще будущее, что это новый тренд, да? Это очень модно, да, оранжевая вина. А что модно подарить девушкам, да еще и, друзья, затратить минимум усилия, узнал наш корреспондент Дмитрий Фоминых. Прямо сейчас смотрим сюжет. Ровно один раз в год каждый мужчина решает одну и ту же проблему. Что подарить любимой девушке, маме или коллеге по работе на 8 марта? Одни ждут от нас шикарный букет, другие – дорогое украшение. Некоторым достаточно подарить что-нибудь вкусненькое. Как не ошибиться в выборе и действительно порадовать 8 марта наших милых дам, я попробую узнать у прекрасной девушки, которая знает об оригинальных подарках абсолютно все. Алия, привет! Расскажи, поделись секретом со мной и нашими мужчинами, которые сейчас нас смотрят. Как, чем удивить? Привет! Можно удивить фруктованными букетами сладкими. Это оригинальный подарок. Обычные цветы – это уже как-то стандарт, а вот именно фруктовый букет, он такой оригинальный. То есть, если к тебе придут 8 марта с обычным букетом цветов, ты скажешь «Уходи!» Нет, ну цветы тоже приветствуются, но сейчас тренд, так скажем. Попрошу тебя тогда помочь мне с подарком в этом году. Попробуем с тобой собрать собственный букет. Да, конечно, я вам все покажу и расскажу. Обычно все фрукты моются, высушиваются и собираются по несколько шпажечек в каждый фрукт. Алия, скажи, всем ли подойдет такой подарок? Именно, который мы сейчас собираем, он больше подойдет более юным девушкам, а бабушкам можно подобрать что-нибудь из сухофруктов, например. Интересно, а мужчины также смогут легко справляться, если без контроля, вот как сейчас это делаю я? Или нет? Ну, я думаю, что да. Хорошо, так что мужчины, скорее бежим в магазин за фруктиками, несколько цветочков и собираем прекрасный полезный букет для своих любимых дам. Ну, сейчас мы будем собирать уже, все это держится именно на скотч. Матаем скотч вот так, и все. Я обычно использую только живые цветы, никаких искусственных. Во-первых, фрукты вы потом можете скушать, а цветы вас будут радовать. Мужчины, только фрукты не вы должны скушать, а ваша любимая дама. Мы делаем круг, так скажем. Алья, скажи, а сама еще не получала такой букет никогда или были ситуации? Нет, я не получала такие букеты. Так, знакомые мужчины этой прекрасной дамы срочно подарили вот такой прекрасный вкусный букетик. Теперь мы смотрим сверху, и нам нужно сделать, так скажем, круг. Надеюсь, сейчас не придется подвести своих учителей по геометрии и сделать действительно хороший круг. Так, скажем, закрывают те маленькие дырочки, чтобы он был красивее. Ребята, смотрите, вот такой интересный букет уже получается. Что нам осталось сделать? Осталось упаковать. Для начала мы полностью скотчем замотаем ножки. Ах, а еще и полностью скотчем? Да, чтобы бумага не рвалась и не травмировалась в руке. В общем, мужчины, не скупитесь на скотче, понятно? Мы берем самую обычную бумагу, которая продается в цветочных магазинах. Ну и вот так вот мы можем... Так. Все ли у нас хорошо? Да, все отлично. Мы продолжаем это вечерняя вятка. Мы в прямом эфире. Сегодня мы общаемся с винным экспертом Натальей Абачуриной. И прямо сейчас игра было-не было. Все просто, мы называем факт, а вы говорите, было ли такое в вашей жизни или нет. Итак, поехали. Использовали ли вы вино не по назначению? Ну, если считать назначением... Не назначением... Потому что можно приготовить на вине какое-нибудь блюдо. Но это тоже не по назначению. Да, наверное, использовала. То есть готовили? Может быть, какие-то масочки есть? Не знаю, еще что-то. Нет, такого пока я еще не знаю. Ванны с вином. Хорошо. Подбирали ли платье под вино? Платье под вино? Платье под особенный повод, в котором будет особенное вино, да, быть может. Я видела в вашем инстаграме. Вот шляпка у меня под вино. Шляпка — это без проблем, да. Она, как говорится, вас как раз и символизирует. Я видела у вас в инстаграме, что у вас было розовое платье, вы сказали под розы. Да. Хорошо. Следующее. Было ли такое, что вы не могли определить сразу вино по вкусу? Ну, то есть откуда оно? Вы знаете, на самом деле даже опытные дегустаторы не всегда могут это сделать, потому что вино можно настолько по-разному сделать. И если оно сделано на винодельне, на какой-то, от которой мы ожидаем определенного стиля вин, но будет сделано по-другому, мы не угадайте. То есть даже когда в слепые дегустации и в какие-то конкурсы с эмелье вино выставляется, берется типичное вино для этого региона, чтобы была возможность угадать. Но смысл не в этом. Понимаете, суть не в том, чтобы ты достоверно знал откуда. Суть в том, чтобы ты мог предположить, где оно могло бы быть выращено, какие были условия, созрел или не созрел виноград, солнечный ли это регион, что хотел сказать винодел этим вином. Вот множество удовольствий, там других есть. Кроме того, каким был год, совершенно верно. То есть что с этим происходило? Сколько нюансов. Хорошо. Встречали ли вы вино нестандартного цвета, но мы уже поговорили про оранжевое, а может быть еще какие-то есть? Сейчас есть синее вина, да, но я не видела сама и не могу прокомментировать. А не существует? Да. Хорошо. Максимальное количество дней хранения вина, когда открыли бутылку, сколько это было, например, у вас? Есть с доступом к кислороду или без доступа к кислороду. То есть есть система, которая откачивает оттуда кислород. Такое вино хранится чуть дольше. Но я бы в любом случае не стала хранить дольше недели. Но это возможно. Под обычными пробками, у меня всегда такие пробки есть с собой во всех поездках, ну, наверное, сутки хранится вино, дальше уже все равно начинает разрушаться. Дальше уже не то. Не нужно его хранить, да, нужно его пить. Хорошо. Последний вопрос. Все-таки есть ли какой-то оригинальный рецепт коктейля именно с вином, или лучше не смешивать? Я считаю, что лучше не смешивать вино. Это самодостаточный продукт, который интересно разгадывать сам по себе. Ну и Рома Белороманов пишет нам с праздником вас. Да, с праздником. Я предлагаю прямо сейчас подвести итоги. Наталья, какой зритель больше всего вам откликнулся? Кому мы сегодня подарим этот замечательный электрический штопор? Да, я считаю, что этот штопор должен получить Роман. Ну что, Роман, вы поздравили прекрасных дам, мы поздравляем вас, но с другим уже, с получением замечательного штопора, как его получить с вами. Мы обязательно свяжемся, расскажем, как получить. А у нас сегодня в гостях был винный эксперт Наталья Бачурина. И сегодня, мне кажется, что у нас эфира не хватило, была настолько интересная и обширная тема. Но в любом случае мы вас тоже присоединяемся к поздравлениям с наступающим вас праздником, с весной. Спасибо большое, что пришли к нам. Этот вечер мы с вами встречали Максим Кропотов, Ален Милина. Всем хорошего вечера. И хороших выходных. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok